Добрый день! На календаре 1 октября 2021 года в эфире передача «Якутск. Сегодня» на волне радио и на телеканале НВК «Саха». За режиссерским пультом Марья Новгородова Николай Слепцов и микрофонный редактор Эдуард Рудых. Мы сегодня будем говорить о необходимости вакцинации и ревакцинации, то есть повторной вакцинации, о последствиях новой коронавирусной инфекции. Сегодня в студии наши гости главный врач Якутской республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи Иван Сергеевич Иванов и исполняющая обязанности заведующего отдела клинической эпидемиологии Республиканской клинической больницы Марья Максимовна Васильева. Добрый день! Добрый день! Мы работаем в прямом эфире. Телефоны в студии 32 00 66 и 32 11 66. А также работает WhatsApp мессенджер 8 964 428 88 18. Более полутора лет прошло, как коронавирус стал общей мировой проблемой. Единственным эффективным методом борьбы с этой болезнью является вакцинация. Несмотря на принимаемые меры по массовой вакцинации, доля невакцинированных довольно большая, в частности, в нашей стране, в Якутии в том числе. Является ли фактор, этот фактор, одной из причин высокого уровня заболеваемости? Вопрос, наверное, к вам, Мария Максимовна. Действительно, высокий уровень заболеваемости связан с низким уровнем вакцинации среди населения. Потому что для того, чтобы мы могли противостоять этой болезни, необходимо выработать коллективный иммунитет среди населения. Это не менее 85% привитого населения. На сегодняшний день доля составляет менее 40%. И это очень огорчает нас, потому что больницы переполнены, к сожалению, невакцинированными пациентами. На сегодняшний день у нас есть 4 вакцины. Я думаю, все об этом знают. Это эпивак-корона, гам-ковид-вак и кови-вак. Для ревакцинации используется спутник Лайт. Я призываю всех вакцинироваться. Я думаю, там дальше будут вопросы. Иван Сергеевич, как ваша больница встретила коронавирусную инфекцию? Как лечить своих больных, которые, поступив к вам, оказывается, что они заболели ковидом? Как вы находите эту болезнь и так далее? Основная сложность деятельности медицинской организации, конкретно Республиканской больницы МИР-2, заключается в том, что это экстренная больница. И пациенты к нам поступают не плановые в основной своей части, а порядка 75% наших больных в мирное время, скажем так, до ковидной. Это пациенты, которые поступают с улицы. Поступают они абсолютно в разном состоянии, в сознании, без сознания, с кучей сопутствующих заболеваний, с тяжелыми травмами и так далее. И определить, собрать анамнез в полном объеме, конечно же, поставляет определенные трудности. В связи с этим, понимая, что пациенты к нам с нашими заболеваниями, с травмами, которые оказываются медицинской помощью в РБ-2, будут поступать с сопутствующей коронавирусной инфекцией. Мы тогда еще на заре завоза сюда, скажем так, новой коронавирусной инфекции, организовали инфекционное отделение, а также провизорную часть этого инфекционного отделения, где содержится пациент с подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Это температура, неясная теология, пневмония различная и так далее. И эти пациенты при поступлении у нас в обязательном порядке проходят компьютерно-томографическое исследование. Все больные, поступающие в РБ-2, вне зависимости от того, рука, нога болит или голова, всем делается КТ легких, потому что это один из способов диагностики новой коронавирусной инфекции на ранних ее стадиях. Зачастую бывает такое, что ПЦР дает отрицательный результат, но изменения в легких уже есть. Или есть температура, но нет еще изменений в легких и ПЦР отрицательный. То есть совокупность клинических проявлений и признаков, по которым можно определить, есть подозрения на коронавирусную инфекцию, либо там уже есть коронавирусная инфекция. Поэтому у нас было создано инфекционное отделение, разработан целый порядок, куча приказов, нормативных документов для того, чтобы наши специалисты работали с целью предупреждения заноса инфекции. Основная опасность заключалась именно в том, чтобы пациенты с новой коронавирусной инфекцией, учитывая длительный инкубационный период, основная сложность, не попадали в палаты к здоровым пациентам. И это не привело бы к полному ограничению деятельности такой крупной больницы. И эта работа была начата в апреле месяце прошлого года, и по сей день она не заканчивается, но просто не на день. Каждый день у нас где-то больше, где-то меньше. В это время у нас очень большое количество пациентов, порядка 66 ковид-положительных больных с нашими диагнозами. И в провизорной части порядка 110-140 в этой градации больных, которые у нас подозрительные. Скажем так, потом делается ПЦР, ИХА, то есть они проходят все этапы, и если диагноз не подтверждается, они переводятся в обычное отделение. То есть это очень сложно, тяжело, это очень трудозатратно, финансово затратно. Это налагает определенные неудобства для врачей, потому что приходится лечить пациентов не только в своем отделении, в отделении реанимации, а также еще подниматься в инфекционное отделение, в провизорное отделение. Там создавать свои реанимации у нас, то есть помимо... Еще созданы две реанимации, да, провизорные инфекции. Вся эта работа в СИЗах. Да, 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 все это очень, конечно, ограничивает наш цель, и, конечно, не влияет на качество, но тем не менее врачам очень тяжело и среднему медицинскому персоналу в оказании медицинской помощи этим пациентам. К нам поступил звонок, напоминаю, телефоны прямого эфира 32 00 66 и 32 11 66. Алло, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Александр. Вопрос мой такой. Ведь вакцинация же не исключает повторное заражение человека и заболевание. Почему говорите, что невакцинированные, вернее, вакцинированные снизили бы заболеваемость? Это же не от этого зависит. Хорошо, спасибо. Дело в том, что, согласно я где-то статистику читал, вакцинированные люди меньше, во-первых, меньше подвержены заражению коронавирусной инфекцией, но если они все-таки заболевают... И заболевают, то не тяжело. Надо вообще признать, что вакцинация не дает стопроцентной гарантии вообще от заболевания. Человек может заболеть, как и любой другой инфекцией, как и гриппом, как и клюшом, как мы в детстве прививались, но дает иммунной системе подготовиться к встрече с этим антигеном. То есть при иммунизации происходит и гуморальный, и клеточный иммунитет. То есть ваша иммунная система уже встретится с коронавирусом и будет его знать. Будет знать, как его обезвредить, и у него будет время мобилизировать иммунную систему, чтобы противостоять ему. То есть вы можете заболеть, но незначительно, как обычная ОРВИ. Да, Иван Сергеевич, у вас какая-то статистика по больнице. Последние данные, я специально перед встречей изучил, и практика учреждений, которые возглавляют, она говорит о том, что за год вакцинации практически, не за год, не за полный год, но тем не менее, из всех тяжелых пациентов, которые прошли через республиканскую больницу номер 2, я имею в виду по коронавирусной инфекции, не было ни одного вакцинированного пациента. Ни одного. Вакцинированные пациенты, но самая тяжелая, это средняя степень тяжести у них была, и то больше обусловлено его основным заболеванием, которым он к нам поступил. В остальных случаях это все легкое течение, которое, в общем-то, и не нуждается в госпитализации и так далее. Мы сейчас говорим именно об этом. Потому что одно дело болеть в легкой форме дома, другое дело в тяжелой форме болеть уже медицинской организацией. Это и перегружает медицинскую организацию, никого комфорта пациенту, конечно же, это не добавляет, тем более такие риски для жизни и здоровья больного. То есть вот об этом надо, в первую очередь, задуматься. А о том, что вот эти утверждения о том, что ты не можешь заразиться, ну, конечно, ты можешь заразиться. Ты заразишься, но твой иммунитет будет готов, вот в этот момент он будет уже готов оказать сопротивление новой коронавирусной инфекции. В противном же случае ему понадобится определенное время, вот если по-простому объяснить, несколько дней для того, чтобы подготовить антитела и атаковать их. Но к этому времени у больного уже будет 40-50% поражения легких, и иммунный ответ будет уже, собственно говоря, мешать лечить пациента. Есть такое понятие, да. Когда повышается температура тела, там спазм сосудов происходит и так далее. То есть куча процессов, которые, в общем-то, уже начинают усугублять ситуацию. И человек может... Да, и мы начинаем бороться с иммунитетом, собственно говоря, для того, чтобы адекватно пациента лечить. Именно поэтому вакцинация-то она и важна. Никто не говорит о том, что у нас снизится заболеваемость резко там и так далее. Но пока не мере, мы сохраним людей в первую очередь. И если говорить об отдельно взятых личностях, это одно дело. Но мы говорим-то всегда о коллективном иммунитете. То есть когда все население меньше заражается, менее тяжело болеет, Соответственно, все это притекает у нас в более простой форме, скажем так. Среди простых людей, обывателей, существуют разные мнения насчет противопоказаний к вакцинации. То есть люди говорят, у меня что-то болит, у меня там диабет, я не знаю. И говорят, мне нельзя вакцинировать. Где-то я читал, что да, нельзя. Вот какие конкретно противопоказания есть? И какие, наоборот, если какие болезни есть, надо обязательно вакцинироваться, чтобы, не дай бог, коронавирус не усугубил болезнь. Наиболее существенными противопоказаниями к вакцинации являются тяжелые аллергические реакции в анамнезе. То есть если ранее вы прививались к какой-то вакцины, и у вас были отек квинки, допустим, гиперемия, эритемы, любые аллергические реакции, тогда да. Либо вы болеете какими-то системными заболеваниями, которые противопоказаны любая вакцинация. Что касается хронических заболеваний, сахарный диабет, сердечные сосудистые заболевания, это, наоборот, является прямым показанием к вакцинации, потому что эти больные как раз-таки, к сожалению, от нас уходят, если они встречаются с новой коронавирусной инфекцией, потому что течение у них сразу тяжелое, если они заболевают. А почки больные? И почки. Любая недостаточность органная является прямым показанием к вакцинации. И старческий возраст. То есть пожилым. Я даже знаю, говорят, что люди довольно пожилого возраста, наоборот, как-то легче вакцину переносят, то есть даже температура не поднимается. Да, это действительно так, потому что у молодого организма более сильный ответ иммунной системы. И бывают местные реакции в виде гиперемии, отелка, место введения. Может быть незначительное повышение температуры, которое даже не влечет за собой антиперогены, то есть надо даже снижать эту температуру. Не более трех дней все реакции длятся. К нам поступил. Звонок. Алло, добрый день. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Это беспокоит вас пенсионерка. Ага. Из Жатая. Пригорода. Якутска. Да реклама осталась. У меня вопрос такой. Я в смятении теперь, потому что в начале августа у меня было вирусное рви горла, который последовал осенью. У вас 40 секунд? Ага. 40 секунд до рекламы. Ага. Слушаем вас. Ага. И вот сейчас вроде нормально, нормализовалось. Сейчас все нормально. И я хотела бы получить как бы вакцину, да? Но они меня говорят, подождите, не спешите. Ага. Алло. Ага. Понятно. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Далее продолжим наш эфир. Будьте с нами. Прямо эфире передачи Якутска. Сегодня, сегодня 1 октября. У нас в студии главный врач Якутской республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи Иван Сергеевич Иванов и исполняющий обязанности заведующего отдела клинической эпидемиологии Республиканской клинической больницы Марья Максимовна Васильева. Давайте попробуем ответить на вопрос нашей радиослушательницы из Жатая. Она говорит, болела, простыла. И через какое-то время можно ей ставить, ее отговаривает, говорит. Через какое время надо, можно ставить уже вакцину. А если это был исключен в случае ковида, то есть если у нас есть отрицательный пациеранализ, то после выздоровления достаточно двух недель, можно идти на вакцинацию. Если же это был подтвержденный случай ковида, то у вас будет отсрочка на полгода до вакцинации. И решение принимает лечащий врач. Перед любой вакцинацией вас смотрит терапевт и определяет, положена вам вакцинация на данный момент или стоит подождать. Сейчас стали болеть молодые люди, дети. С чем это связано? Новый штамм? Да, новый штамм давно циркулирует уже у нас. Так называемый дельта, индийский штамм. Чем он отличается? Он отличается более агрессивным, быстрым течением. Вообще инкубационный период составляет 14 дней. Что касается дельта штамма, достаточно меньше недели, зачастую даже 4 дня от момента контакта с больным новой коронавирусной инфекцией. Дети болеют. У нас запрещена вакцинация детей до 18 лет. Пока запрещена. Идут клинические испытания. И, к сожалению, дети сейчас болеют. У нас развернуты у детской инфекционной больницы ковидные койки. Я знаю, что их расширили до 100 койок. Это связано с активной циркуляцией вируса среди населения. Дети посещают общественные места, они учатся. Сейчас уже ввели дистанционное образование. Мы надеемся, что распространение немного приостановится. К нам поступил звонок. Алло, слушаем вас. А, да. Добрый день. Вначале вы сказали про вакцины. Там про спутник лайт, по-моему, там ошибочная информация была. Это, по-моему, так давали, что это для переболевших ковидом. Спутник лайт. И второй вопрос. Вы сами какую вакцину получили? И третий вопрос. Все больницы по деревням закрыли. А сейчас усиленно идет агитация за вакцину. Что за такое здравоохранение творится? Скажите, пожалуйста. По поводу вакцинации. Спутник лайт действительно ставится либо переболевшим новой коронавирусной инфекцией спустя 6 месяцев после выздоровления, либо привитому ранее. Полными дозой гамм-ковид-вак это спутник ВИ. Сама я привита спутником ВИ в апреле и в мае этого года. И вот в конце октября иду на ревакцинацию спутником лайт. Спутник лайт по своей структуре является первым компонентом спутника ВИ. То есть поддерживающей дозой. И на сколько его хватать должен опять на полгода? Изначально, когда вакцина была внедрена в гражданский оборот, по инструкции действительно было раз в два года вакцинации. Да, на самом деле так говорили. Но, как показала наша эпидемиологическая обстановка, было принято решение о ревакцинации в течение каждые полгода. И пока не будет достигнут вот этот коллективный иммунитет, мы будем прививаться каждые полгода, чтобы поддерживать свою иммунную систему на готове со встречей с коронавирусом. А насчет больниц в деревнях, это не к нам вопрос? Ну да, это такой же вопрос, но все равно мне интересно. У нас в каждом субъекте, в каждом районе нашей республики есть центральная районная больница. Помимо прочего, есть филишко-кушерские пункты, врачебные амбулатории и так далее. Ну, практически у всех населенных пунктов, которые у нас есть. Поэтому, какие конкретно здесь идет речь, очень сложно сказать. И ответить на это просто очень тяжело. И у нас легах вакцинируют очень даже хорошо. А закрытие я тоже не слышала. Мы, наоборот, расширяем наши избойки. К нам поступил еще один звонок. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я получила две вакцины, да? У меня рука функционировала до этого, локти болели. Но после получения вакцины у меня рука вообще не функционировала. Не вакцинирует, не сгибается и вообще болит. Может быть такое после этой прививки вакцины. А вам сколько лет и когда вакцинировались? 66. Когда вакцинировались? А? Когда вакцинировались? Ну, последнее это в апреле. Вторую. Спасибо. После этого у меня рука, левая рука вообще назад тянет, не работает, не сгибается. Угу. Что нужно? Ну, судя по вопросу, я так понимаю, проблема уже была. Вот. И введение вакцины, особенно спустя последствия 16 апреля месяца, конечно же, это, ну, не взаимосвязанные вещи. Здесь надо обратиться по месту жительства к врачу и там уже определяться, действительно источник вот этих болей, да, или ограничения движения в верхней конечности. С введением вакцины у меня большие сомнения, как-то более конкретно сказать я не могу, потому что я не вижу ни истории болезни, ни пациентку. Вот. Но очень большие сомнения у меня есть, что это вакцина, честно говоря, потому что таких последствий она за собой не несет. И объем вводимого препарата, и место введения препарата, это специально выбранные те места, последствия введения которых в эти места, собственно говоря, минимизируют любые последствия, какие-то отрицательные реакции и так далее. Очень много бывает недостоверной информации, непроверенной, о вакцине, говорят, она не до конца изучена, на коленках создали и тут же начали вводить. Что вы можете сказать на этот счет? Я призываю всех не верить недостоверной информации, так как база, на которой была разработана вакцина, я имею в виду сейчас, допустим, гамка ВИТВАК, спутник ВИ, она была изучена. Это аденовирусный вектор, и к нему просто добавили S-белки, антигены, они убиты и еще и раздроблены на части. То есть база была, к ней добавили именно то, что касается новой коронавирусной инфекции. Ну, все вот эти утверждения, они основываются на том, что раньше мы вообще не вакцинировались и не знали, что такое вакцина в целом, и просто это было неизучено. Когда вопрос задаешь, что мы вакцинируемся уже десятки лет, и видов вакцин очень много, и все они изучены и переизучены в многих странах нашего мира, практически во всех, наверное, да, и видов вакцин очень много, от различных заболеваний. Да, и в данной ситуации вакцина от новой коронавирусной инфекции, это всего лишь модификация уже давно изученного препарата, который давно есть, и бояться его абсолютно, ну, нет никакого резона. Да, другой момент, что люди, вот, в частности, в отношении вот вакцинации, да, верят в WhatsApp-мессенджерам, там, где-то каким-то статьям в интернете неподтвержденным и так далее, да, в то время, когда перед ними выступают, да, и, ну, как бы то ни звучало, отвечают за свои слова, да, люди вот здесь, на местах, которые живут здесь, которых можно спросить, которые можно задать вопрос, которых видишь, собственно говоря, которые имеют определенное образование, да, вот, и не верить в этом случае специалистам, ну, для меня лично очень странно. Честно говоря, да, а верить тому, что там кто-то написал, разослал, и ты даже не знаешь, кто, собственно говоря, это сделал. Ребенок это написал, может быть, студент какой-то или кто-то еще, специально для того, чтобы как-то вот дестабилизировать обстановку. Такого у нас очень много, и это вот очень, для меня лично непонятно, честно говоря. Открыть любой учебник по эпидемиологии, да, что касается коллективной иммунитеты везде, первое решение победы над любой пандемией, это появление коллективного иммунитета. Все, других вариантов нет, вот, просто не существует. Поэтому, когда призываем к вакцинации, говорим о коллективном иммунитете, это вещи, которые придуманы не нами, они придуманы давно, придуманы умными людьми, которые занимались этими десятилетиями. Как с оспой боролись и так далее. Да, мы победили натуральную оспу, мы победили полиэмилит, только благодаря вакцинации. И вот, к сожалению, благодаря вот этим развивающимся антипрививочному движению, к нам возвращаются давно забытые болезни, тот же полиэмилит у нас в России появился. И вообще вот эти движения, которые сеют, такие настроения в обществе, наносят огромный ущерб. Вакцинация, да, она была выпущена достаточно быстро, но на изученной базе. От чего зависит тяжесть заболевания коронавируса? И какие последствия уже потом, даже если ты выздоровел, вылечился, какие могут быть последствия для организма? Наверное, я отвечу, да? Да, тяжесть. Стартистично, да. Во-первых, тяжелее переносит новую коронавирусную инфекцию человек изначально не совсем здоровый. То есть имеющий букет хронических заболеваний, да, или болеющий чем-то, конечно же, в этой ситуации поражение легких, помимо, допустим, поражения почек, печени и так далее, оно друг друга усугубляет и ни к чему хорошему не приводит. Это показывает практика наша, которую, собственно говоря, мы и проводим. Другой момент, что больные, которые вот отказывались от прививок, аргументируя отказ от прививок наличием у себя хронических заболеваний, что у меня есть противопоказания и так далее, это все абсолютно для меня нонс, потому что коронавирус не выбирает здорового человека, он выбирает любого человека. И тем тяжелее ты будешь болеть, тем больше у тебя хронических заболеваний. Поэтому те люди, которые страдают хроническими заболеваниями, сахарный диабет, заболевания сердца, почек, печень, да без разницы, они должны вакцинироваться в первую очередь, для того, чтобы это не игра. Это все-таки жизнь, самое дорогое, что у нас есть, его надо беречь. К нам поступил звонок. Алло, добрый день, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень благодарю. Сегодня же день пожилых. Папе моему 87 лет, и он лежит в инфекционном. И, значит, я хочу сказать, что его прооперировали папа. Я надеюсь, что у него 30% порождение легких, и как врачи лечат, как врачи за ним ухаживают, это, конечно, я прямо очень волнуюсь и очень благодарна вам и вашим работникам Республиканской больницы номер 2. И благодарю, потому что вы действительно спасаете. Вот говорят, например, если пожилой человек, ему внимания не обращать. Это неверно. Папе моему 87 лет, я верю, что вы вылечите их. В любом случае, я благодарна вам, медикам, за то, что заботитесь о нас. Спасибо вам, дорогие. Спасибо вам. Спасибо большое. Очень приятно слушать такие добрые слова благодарности. Мы переходим на короткую рекламу и далее продолжим наш разговор в прямом эфире. 32 00 66 и 32 11 66. Телефоны нашей студии. Передача «Якутс» сегодня продолжает свой прямой эфир в студии главный врач Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи Иван Сергеевич Иванов и исполняющий обязанности заведующего отдела клинической эпидемиологии Республиканской клинической больницы Марья Максимовна Васильева. Телефоны прямого эфира 32 00 66 и 32 11 66. К нам поступил вопрос по WhatsApp. Радиослушатель пишет, какой уровень должен быть антител G для переболевших COVID-19? Насколько важен уровень антител? Некоторые говорят, я болел там сколько-то год назад, у меня до сих пор какой-то уровень антител. Я, наверное, повременю с вакцинацией и так далее. Что можете сказать на этот счет? Уровень антител это больше такой лабораторный показатель, который не является ориентиром наличия эффективного иммунитета. То есть у вас может быть и 20 единиц, но сколько из них эффективных мы не знаем. Поэтому ориентироваться на него не стоит. Если прошло полгода, прививайтесь, хуже не будет. У вас, наоборот, еще больше появится защитных антител в вашей крови. Поэтому это такое... То есть присутствие какого-то количества антител в крови не является противопоказанием для вакцинации? Не является. Он показывает только то, что ваш иммунитет отвечает, что он встречался и выработал антигену коронавируса антитела. Их количество ни о чем говорит. Это лабораторный метод исследования. И вот цифры уровня иммунитета, скажем так, иммуноглобулина G или M, они абсолютно имеют большую погрешность. И ориентироваться на них вот так прямо обычному жителю не стоит. Это все-таки комплекс лабораторных исследований. И врач уже на основании лабораторных исследований клинических каким-то выстраивает для себя определенные ориентиры. Отдельно же этот... Он просто показывает, либо есть у них тело, либо их нет. Тем не менее, мы никогда не знаем, когда они у нас, собственно говоря, прекратят свое существование. Поэтому именно исследования и показали, что каждые полгода необходимо, если ты берешь свое здоровье, то каждые полгода необходимо все-таки проводить реавакцинацию. К нам поступают звонки. Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. У моей матери 94 года, да, она очень боится получиться привыкку. Вы что рекомендуете? На дому делают или нет привыкку? Хорошо, спасибо. И второй вопрос. Алло, слушаем вас. Алло, говорите. Алло. Слушаем вас. Ну, у коллеги, которая вакцинировалась, у нее столько же антител, как у меня. Вот надо ли вакцинироваться мне, если у меня столько же антител? Какой потолок? Ифа, чтобы вакцинироваться. А вы когда переболели? Год назад. Спасибо. Насчет пожилого человека, 94 года. Насчет вакцинации, да? Да, может ли. Ранее было ограничение, что мы пребиваем до 60 лет. Это ограничение уже снято. И я призываю все-таки вакцинироваться. Насчет вакцинации на дому, наверное, это больше осведомлено первичное звено, потому что мы вакцинацией не занимаемся, у нас только лечение больных в стационарных условиях. По месту жительства, да. Да, есть определенные риски вакцинации, но все-таки это препарат, который вводится. И, может быть, желательные реакции в виде аллергических и так далее, да, и на дому достаточно тяжело будет с ними справиться. Поэтому все-таки желательно, наверное, я думаю, привезти в поликлинику и вакцины поставить именно там. Смотреть на возраст в данной ситуации вообще не стоит, потому что высокая вероятность того, что при заболевании коронавирусом, да, такой пожилой человек в таком уже преклонном возрасте, конечно же, переболеет очень тяжело, и даже, возможно, будет какой-то, ну, как бы это не звучало, летальный исход. Поэтому обязательно надо вакцинироваться, ввести в поликлинику. Это не так много времени занимает по-настоящему. Очень рекомендую. И второй вопрос насчет вот у коллеги, сколько-то, титр антител какой-то, я год назад болела, говорит, у меня титр такой же, и я так понял, что человек пока не хочет вакцинироваться. Что вы можете сказать? Ну, мы только что об этом говорили. Нет какой-то определенной цифры, что вот у тебя, например, 5, значит, не надо. Ориентироваться на это не надо. Да, если год прошел после вашего заболевания последнего, то вам необходимо вакцинироваться. Все, тут других вариантов нет. Потом, это все-таки лабораторные исследования, не надо им там абсолютно доверять. Вот, и есть рекомендации, поэтому, как мы сказали ранее, уже обязательно вакцинаться. То есть хуже не станет? Хуже не станет однозначно. Будет, наоборот, лучше. Будет только лучше. Еще поступают звонки. Алло. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Так, здравствуйте, агитаторы вакцинирования. Я сам вакцинированный, да. Вот вчера по ОТР, да, канал общественного телевидения России, да, эксперт там, доктор какой-то там, сказал, что есть, ну, такие симптомы, что появляется, ну, хронический коронавирус. Что вы на это ответите? Спасибо, еще есть, да? А, нет, да. Ну, новая коронавирусная инфекция относится к ОРВИ, острым респираторным заболеваниям. То есть хронизации, насколько я знаю, в научной литературе еще не описано. Ты переболеваешь им как обычным ОРВИ, но достаточно тяжело, потому что это все-таки новая инфекция, которая постоянно мутирует, возникают новые штаммы. И про хронизацию нет. Возможно, бессимптомные распространители, носители, которые болеют бессимптомно, но ПЦР у них бывает положительный. Они выделяют. Такое тоже очень часто у нас встречается. Как случайные находки? Ну, к хроническому течению заболевания они никакого отношения не имеют. Поэтому мне вот было удивительно это услышать, что у нас где-то на центральном телевидении таком говорят. Вот, потому что официальной информации по данному поводу на сегодняшний день не поступало и нет ее пока. Если что-то такое появится, обязательно скажут. Ревакцинация, то есть повторная вакцинация через полгода, через пол, шесть месяцев. Шесть месяцев после первой дозы, например, спутник ВИИ, или второй дозы, или когда, ну, там, какое-то время проходит. Когда проходите ревакцинацию лучше? Ревакцинацию проходим после полной иммунизации первой и второй дозой. То есть если вы привились в мае, считаем от мая полгода и пойдем ревакцинироваться. От второй дозы? От второй. От второй дозы. Либо от дня, когда вам закрыли больничный по новой коронавирусной инфекции, когда у вас был отрицательный ПЦР. Тоже шесть месяцев. Насчет коронавируса, опять-таки вернемся к мессенджерам. Говорят, вот человек вакцинировался, второй раз вакцинировался, заболел, ну, и, к сожалению, умер. Я спрашиваю у людей, а второй раз когда вакцинировался и когда он заболел? Они говорят, ну, вакцинировался там первого июля и десятого он заболел. И, к сожалению, ушел из этой жизни. Я говорю, ну, иммунитет, к сожалению, пока не сформировался полностью, поэтому человек так тяжело заболел. Что можно сказать? Как предохраняться, о важности предохранения после вакцинации? Насчет того, что, например, человек привился первого числа, а 16-го заболел, это свидетельствует лишь о том, что на момент введения вакцины первой дозы он находился в инкубационном периоде. Даже так. Да, и заболел он не от вакцинации. От вакцинации заболеть невозможно, потому что вирус убитый. Более того, он еще и разбит на фракции. Там какая-то доля, какая-то это, да? Так называемые шипы вируса там что-то? Да, это S-билок, шипы, с помощью которого он проникает в живую клетку. То есть говорить, что, например, этот человек заболел от вакцинации, это абсолютно неверно, но, к сожалению, да, он мог находиться в инкубационном периоде на момент введения. И иммунитет уже еще не успел сформироваться к моменту заболевания. И давайте, наше время подходит к концу, где-то 2,5 минуты осталось. Что можете сказать нашим радиослушателям и телезрителям о важности вакцинации? И ревакцинации. Ну, я в первую очередь уже неоднократно стараюсь и в свое рабочее время, да, и посредством массовой информации все-таки призываю людей, да, вакцинироваться. Это не пустые слова по-настоящему, да, если вы имеете хронические заболевания, если у вас есть основания полагать, что будет тяжело переносить данное заболевание, да, то обязательно вакцинируйтесь. Вот здоровый человек, абсолютно здоровый человек, вероятнее всего, пронесет вакцинацию в легкой и средней степени тяжести. Да, человек, имеющий хронические заболевания, высокий риск тяжелого течения. И именно эта категория больных и находится на реанимационных койках. К сожалению, не все они выходят с этого заболевания. Достаточно большой процент этих пациентов умирает. Вот, и именно при наличии этих хронических заболеваний организму очень сложно бороться и, собственно говоря, поддерживать жизнь при поражении двух-трех органов. Вот это вот, когда я слышу такое, что у меня есть хронические заболевания, я подожду. Наверное, меня пронесет, не пронесет, уважаемые радиослушатели, не пронесет. Вот, поэтому не надо играться самым ценным, что у нас есть, это наша жизнь, наше здоровье. Не надо играться с жизнью здоровья своих близких, потому что, опять же, вакцинация снижает вероятность заболевания и, собственно говоря, снижает вероятность разноса этой инфекции. Вот, по своему примеру, я могу сказать, что я привился не для себя, по большому счету. Я привился для того, чтобы не минимизировать вероятность заражения своих близких родственников, которые, к сожалению, имеют хронические заболевания и могут не перенести их. Собственно говоря, поэтому я и призываю всех вакцинироваться, создать коллективный имитет и, наконец-то, вернуться к нашей обычной нормальной жизни. И важность ревакцинации. Обязательно ревакцинируйтесь, чтобы поддерживать вашу иммунную систему на готове, чтобы противостоять этой коварной инфекции, которая поражает, к сожалению, людей с хроническими заболеваниями. Спасибо. Напоминаю нашим телезрителям и радиослушателям. У нас в гостях были главный врач Якутской республиканской больницы номер 2, Центра экстренной медицинской помощи Иван Иванов. И исполняющая обязанности заведующего отдела клинической эпидемиологии Республиканской клинической больницы Мария Васильева. Велферед передача Эдуард Труды. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова